Вначале 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 Плюзов Знаете Сударь Что может быть Его в вашем роде Нет и не было Выше и честнее Выше и честнее Честнее Женщины Как это По вашему тварь Как вы Смелились ее А вы, Дмитрий Пёдорович, на эту же тварь вашу невесту променяли. Стало быть, сами присудили, что невеста ваша, подошвы её не стоит. Вот какова эта тварь. Стыдно, стыдно и позорно. А вот ответ на вашу стыдно. Эта тварь, это ж жена этого поведения, женщина, она может быть святее вас самих. Вы, господа, спасающиеся Ере монахи. Она, может быть, в юности пала, заеденная средой, но она возлюбила много. А возлюбившую много и Христос простил. Христос не за такую любовь простил. Нет, за такую, за эту самую монахи, за эту. Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, праздники, пескариков кушаете в день по пескарику. Не думаете, пескариками Бога купить? Награду на небесе выучить? Не получите? Ничего не получите? Ничего, шиньте! Замолчите вы! Замолчите! Господи! Зачем? Зачем живет этот человек? Скажите, отец святой, ради можно позволить ему бесчестить собой землю? Да ради можно теперь его? Слышите ли? Слышите ли вы, монахи, отцу-убийцу? Слышите ли вы, монахи? Простите. Простите всё. Господи Боже мой! Как стыдно. Как стыдно. Ступай, слава, ступай. Ты там, в ней. Благословите, отец святой, кто здесь остался. Знай, сынок, и не здесь, в твоём лесу. С братом ты должен быть. С тем братом, которому я сегодня до земли поклонился. С страданию поклонился. Великому будущему. Страданию, которое ожидает его. Отец и учитель, принесли мне слова Ваши. Какое? Какое страдание ожидает брата моего? Показалось мне нечто страшное. Словно всю судьбу его выразил один его взгляд. Такой взгляд у него, что ужаснулся я в сердце моём. Что этот человек для себя уготавляет? Ступай сюда, ступай. С братом ты должен быть. Да не около одного, а около обоих. Там ты нужнее, там мира нет. Вот теперь и заговорят. Все святоши в городе ставят за преступление, дескать. Ты угадал? Преступника отметил. Пусть он и честный человек. Миттенько так. Но... Слода страсти. Ваших семейских сладострасти. Там воспаление начало. Ну вот, теперь эти три сладострастика друг за другами следят. С ножами. За сапогом. Алёша, иди сюда. А ты чего это заинтересовался? На секрете стою. Вот здесь уже пятый день. Залишь свою стрибу. Алёша, Алёша, как славно, что я тебя увидел. Эх, брат. Взял бы тебя сейчас. Трижал бы на груди так, чтобы раздавить. Ибо по-настоящему гниг, гниг, гниг. По-настоящему люблю одного тебя, пицца. Да ещё одну подную. В которой влюбился, да с теми пропал. Любиться не значит любить. Любиться можно и ненавидеть. Запомни это. И слушай. Молчи и слушай. А я буду говорить. Молчи и слушай. Потому что срок не помешал. А ты, а ты выслушаешь и рассудишь. Ох ты, Алёшка. И ты простишь. Эх, Алёшка, Алёшка. Страшно много бердому человеку терпеть. Страшно много. Я, брат, очень образованного. Много. Во всём думал. Вот красота. Это тоже страшно. То, что уму представляет запозор, то сердце сложное собой. Знал ты это или нет? Нет, не знал. Ведь... Ах... Неужели ты, ну такой, как Грушенька, женишься? Коль захочет, Алёшка, так торчишь. А не захочет, так на дворе у неё двор. Как Екатерина Ивановна. Ведь ты жених её. Эх, Алёшка, Алёшка. Какой я жених. Разве тут брат, любовь? И тут война. Вечная война. Никак не может забыть того рокового дня, когда я её купить вздумал. Что ты врал? Влезешь? Да нет. За деньги купить вздумал. Было это год назад. Я тогда в рабочем разгружил как единую батарёны. Окомандовал этим батарёным. Родной кать-натица. Эх, посмотрел бы ты тогда на неё. Красавица из красавицы. Умна, образована. Ну, не скрою. Добивался я взаимности. Только кто я тогда для неё был? Урбон, хам. Она на меня не взглянула ни разу. Но дождался я своего часа. Пошёл слух, что у Катиного отца недостача козёлых денег. Подослал я к ней. Так, мол, и так, коли придёт ко мне из секрета, да отвалю ей четыре с половиной тысячи. Всё моё достояние. Как же это? Ну, разве я не плод? Не злой насекомый. Пришла обратно. В сумерки. Я бы это её и понял, что она своим бесчестием и меня грязь топчет. Что она своим падением так хочет своего возмузить, чтоб мне её поверенную не достичь. Только жертву я её не принял. Вручил я ей деньги и благороднейшим образом отправил. Вот этого, вот этого она мне не просила. До смертного часа не просила. Я же её в благородство превзошёл. Вот она пошла, пошла, из гордыни в судьбу свою насилуя в невесте себя предложила. А любви-то в судьбу в судьбу Да, брат, вся эта драма произошла на танк. А трагедия же, Алёшка, произойдёт здесь. Слушай, дала мне Катя три тысячи под условием, чтоб я отправил к сестре в Москву. А я их не только не отправил, я их прокутил. Ну, с грушей ты мог. С грушей ты мог, Митя? Вот так! Вот так! Смог! Смог! У него отдать, отдать! Согласен быть подлецом, но карманника в горы нет! Алёша, сгажи, а где мне эти деньги взять? А где ж ты возьмёшь эти три тысячи? А у отца? А у отца? Кому ж он не даст? Ты знаешь, что дать? Знаю! А у тебя и пошла! Алёша, сходи! Спасибо! Эти три тысячи! Да! Да! Алёшка! Алёшка! Да! Ещё! Ещё! О моей невесте! Екатерина Ивановна, ну, Катя! Скажи, что я больше тебе не приду никогда! Приказал, дескать, кланяться! Напомню! Напомню! Непременно! Кланяться! И раскланяться! Непременно! Он, друг, при всех на колене, а вот земной поход на твоему, мрацию мить, да ещё лбов-то как! Ап! Что же там множенько, а? Коньячку не выпьешь? Нет! Благодарю вам! А я выпью! Исповедь — это великая тайца! Разве слуг дозволен исповедуться? Нет! Я этого так не оставлю! Я при первом же случае напишу в сирот, а сына своего Алексея домой возьму! О! Вот и он! Вот и он! Камейку! Да горячий! Да славный! Садись! Ну, теперь тебе удовольствие будет! Насмеёшься! Садись! У нас тут! Ва-ла-ла-ла-ла! О! Слиться! Заговорила! Да как говоришь-то! Как говорит! Подлец он! Вот он кто! Да как не смеешь вот так рассуждать! Насчёт подлеца повременитесь, Григорий Васильевич! Многие, Иван Фёдорович, у нас о вашей статье толкуют! А я читался! Мне больше всего запомнилось вот что! Уничтожьте в человечестве веру в бессмертие! В нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и жизнь! Тогда уже ничего не будет безнравственного! Всё будет дозволено! Эх! Какого? Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника! Запомнись! Подожди! Стой с пензаком! Да помолчи на время, а! Иван, нагнись ко мне! Ну, к самому углу! Иван, нагнись ко мне! Это он всё для тебя устроит! Старается! Хочет, чтоб ты его похвалил! Ты похвали, похвали! Люблю тебя так же, как Алёша! Ты не думай, Иван, что я тебя гребу! Коньячку? Да давай! Да разве ты человек? Да ты же из полы богаты залёпся! Убирайтесь вы отсюда, иезуиты! Вон! 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 Смерть его! Теперь за обедом в каждый раз он сюда едет! Это ты ему столь любопытен! Чем ты его так заласкала? Ровно ничем уважать меня вздумал. Это лакей хам! Да я знаю! Знаю, что он и меня терпеть не может, точно так же как и тебя! Алёшку под ада, Алёшку он презирает. Да не украдёт он, не следник, из дому ссору не вынесет. Кулебяки славно печёт. Вы опять рюмку выпили, довольны вы, мам? Постой, постой. Я ещё одну, и ещё одну. А там и покончу. Ты меня перебил. Вот, коли Бог есть, существует. Ну, тогда я виноват и отвечу. А коли нет его вовсе, то. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает? А? Нет. Нет, ты не веришь, по глазам бишь. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алёшка, веришь, что я не всего только шут? Веришь, что не всего только шут? И верю, что веришь и искренне говоришь. А Иван не верит. Иван высоховерен. Но, Иван, говори, есть Бог или нет? Только серьёзно. Мне теперь серьёзно надо. Нету. Нету Бога. Так. Алёшка, есть Бог? Бог? Есть. Иван, а бессмертие есть? Ну вот, какой-нибудь, товарищ, товарищ. Нет. Нету бессмертия. Алёшка, есть бессмертие? Есть. Вероятнее, что прав. Иван. Господи, сколько человек отдал сил, сколько веры. Даром на эту мечту. А ну кто ж так смеётся над человеком? Иван. Последний раз, обижительно. Есть Бог или нет? Последний раз? Нет. Чёрт возьми. Ну кто ж так смеётся над людьми? А чёрт, чёрт есть? Нет. И чёрта нет. Жаль. Шельма. Что б я сделал с тем, кто первыми выдумал Бога? Повесить его мало на горькой ящике. Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога. И коньяку бы не было. А коньяк у вас всё-таки взять придётся. Мостой, мостой, милый. И ещё рюмочку. Иван. Любишь ты, Алёшку? Люблю. Люби. Ну вот. Ещё одну рюмочку. И всё. Довольно. Иван. Убери бутылку. Я вран. Отчего ж ты меня не остановит, Иван? Я знаю, что вы сами остановились. Врёшь. Это ты послоги на меня. Ты меня презираешь. Ты приехал ко мне и в доме моём меня презираешь. Да я не уеду. Вас коньяк разбирают. Я тебя просил к Христом Вовом вчера макню ездить. А ты не едешь. Завтра поеду. Коля, вы так наставили. Не поедешь. Не поедешь. Тебе здесь за мной подсматривать хочется. Много ли я кружники там? Коля, она придёт. Ну что? Что? Что ты глядишь на меня? Что ты глядишь на меня? Ты глядишь на меня? И глаза твои говорят пьяная ты харя. Подозрительные твои глаза. Ух! Презрительные твои глаза. Алёшка. Алёшка критит и глаза его сияют. Не презирают меня Алёша. Алексей. Алексей не люби. Не люби Ивана. Не люби Ивана. Не сердитесь на брата. Перестаньте его обижать. Ну что же, пожалуй. Иван, ну не сердись. Не сердись ты до пьяного мозгняка. Нет. Уберём. Где она? Не давай. Где она? Я знаю, она здесь. Я сам не знаю, как она пошла к дому. Только я не догнал. Ах. Вот там её спрятала. Прочь, Матлея. Держи, держи его. Чуть-чуть. Он идёт за ним. Он вас упрямо бьёт. Лёшечка, Матлечка, Крушенька, Крушенька. Старова. Здесь сам говорил, что видел, как пробегала. Да ведь вы видели сами, что она не уходила. А может, через тот ход, как идёт заперт тот ход, а ключ у вас? Держи его. Дмитрий, он мне спалил. Деньги украл. Ах. Эх, эх. Эх, эх. Эх, эх. Спешенщик, ты будь уйдёшь, живо. Ну и надо. Кто не убил, то купил. Не спасёте. Ликарин, уйдя отсюда, сейчас живо. Алёша, Алёша, скажи, одному тебе два здесь крушек, или не была? Коляюсь тебе, она здесь не была. А-а-а. Я вообще не работаю. Я вообще не работаю. Я вообще не работаю. Я работаю. Ты его ноги как наказывал Алёшка. И непременно скажи им, кланяться велел. Кланяться и раскланяться. Она здесь. Она здесь. Она верно здесь. Свердякова. Да нет, её здесь безумный, но старик. Ну, с него, мрак. Воды, полотенце, поворачивайся, Свердякова. Григорий, не лечим мы тебя в постель. Брат ужасно больно ударил тебя по голове. Он меня дерзнул. Он и отца дерзнул. Не то, что тебя. А я его вкрыть и мы, а он меня дерзнул. Чёрт возьми, если бы я не оторвал меня, он бы, пожалуй, так и убил. Много ли надо и зуб? Боже, сохранил. А зачем? Сохрани. Один гад. Съезу такую гадину, обоим туда и дорога. Что ты брал? А я, разумеется, не дам совершенца убийства, как мне этого сейчас. Останься туда, Лёша. Я бы иду походить в подворок. У меня голова. У меня голова начала болеть. Алёша! Где Иван? Он натворял. Страшивый, у него голова болит. Ну, говорит Иван. Ну, говорит Иван. Алёшка, я верю, я верю, я верю, я верю, я верю, я верю, Я Ивана бою. Я не Ивана больше, чем того боюсь. Вот у тебя, у тебя одного, вы мои. Тот-то к Лёшеньке побежал, да? Ведь Митька, коробей, жениться хочет. Да у нас за него и не пойдём. Не пойдём. Не пойдём. Ни за что не пойдём. Его тени нет и капней. Алёша, ты пока ступай. Полицея, товарища, ты за меня заступился. Век не забуду. Спасибо. Хочу Кате подарок сделать. Рада, Людмила, погляди. Ой, красота-то такая. А мой, Алексей Судорович, пожаловали. Ах, радость-то какая. По дикаре не дашь. Алёша, как батюшка ваш. Примога благодарен. Слава Богу, как жив, здоров. Слава Богу! Слава Богу! Я бы так ужасно хотела видеть вас, что от вас от одного только могу сказать правду. Слава Богу! Ой, Слава Богу! Слава Богу! Он так и сказал? Да. Слава Богу! 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 Не выйдет за него. Он может и женится. Он не женится, говорю вам. Эта девушка, это Ангел. Я знаю, как она обольстительна. Но я знаю, как она добра, как благородная. Не верите мне? А графина Александровна, Ангел мой. Пойдите к нам. А я только и ждала за сыновеской, что вы позовете. Здравствуйте, Алешенька. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в первый раз видимся, Алексей Филатурич. Я хотела идти к ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Грушенька, как Ангел добрый, залетела сюда и принесла мне покой и радость. Не погнушались вы мной, милая барышня. Не смейте так говорить, волшебница. Ваня-то гнушаться. А возьму и поцелую. Вот так. И посмотрите, как у нас пьется. Алексей Филатурич, сердце радуется. Посмотрите. Нежите вы, милая барышня. А я, может, вовсе и не с той ласки вашей. А она-то этого не стоит. Мы, благородный Алексей Филатурич, знаете ли вы, мы великодушны. Мы были лишь несчастны. Мы его один тоже. А ведь это мы его полюбили. Мы ему все отдали. А он нас забыл и на другой женился. А теперь он отдалел и ехать смог. Он приедет и Крушенко будет счастлив. Но кто же попреклял ее? Кто может похвалиться ее благосленностью? Ну, разве только этот один купец без ноги. Но он скорее был нашим отцом, нашим оберегателем. Он застал нас, брошенную внуках, и спас. Буквально спас от гибли. Очень уж вы защищаете меня, милая барышня. Защищать. Вы с ними в этом защищать, друженька. Ой, какая ручка прелестная. Вы посмотрите на эту ручку. Привет, Алексей Филатурич. Она мне счастье принесла и воскресила меня. И я ее сейчас целовать буду. И сверху, и в ладошку. Не устыдите вы меня, милая барышня, Что ручку мою при Алешеньке целовали. А я, может быть, гораздо дурнее, чем у вас на виду. Я сердцем дурна. Я своевольная. Да я Дмитрия Федоровича бедного Из-за насмешки одной тогда заполонила. А теперь Вы же его не спасете. Вы дали слово. Вы откроете, что любите другого. Ах, нет. Я вам такого слова не давала. Вы сами мне об этом говорили. А я не давала. Я, стало быть, вас не так поняла. Вы обещали в окне, Ангел барышня. Ничего я вам не обещала. Я, может, пообещала, что дарчик. А вот теперь думаю. А вдруг... А вдруг он мне опять понравится. Митя никогда. А вот возьму. Да и позову его сегодня к себе. Насовси. Нитья никуда. А? Давича. Вы говорили совсем не то. Ах, Давич. Да я ведь сердце нежное, глупое. А думать только, что он из-за меня перенес. А вот возьму, возьму, да и пожалею его. Митеньку-то. Тогда что? Ох, я не ожидала. Вот вы и разлюбите меня, дуру этакую, за мой характер. А вот возьму, возьму я вашу ручку, милая барышня. И так же, как вы, поцелую. Вы мне три раза целовали. А я вам триста раз целовать должна, чтобы сквитаться. Какая у вас ручка, беленькая-беленькая, барышня моя, красавица моя, невозможная. А знаете что, ангел-барышня, знаете что? А вот возьму я вашу ручку, да и мне поцелую. Как хотите, на что же вы, поцелую. И оставайтесь тем на память, что вы, как у меня ручку целовали, а я у вас нет. А я у вас нет. И митенький так скажет, как вы, как у меня ручку целовали, а я у вас нет. Барышня моя, продажная тварь. Ну, вы же продажная, сами-то вы, девицы, кавалеров, за деньгами хаживали, свою красоту продавать приносили. Хуже я-то знаю. Да уйтишься же, наконец, ради ногу уйти. Ой, ну, ну, проводи меня, Лешенька, я тебе одно словечко хорошенькое скажу. Я ведь это для тебя, для тебя, Лешенька, эту сцену проделал. Барышня, барышня милая, вы бледная, вы все дрожите. Я вас предупреждала, я вас удерживала от этого шага. Разве можно было решиться на такой шаг? Вы этих тварей не знаете, а про эту говорят, что она хуже всех. Нет, вы слишком своевольны. И ее просто было плечи, да и в шахоте, через палача пребородит. Зачем, зачем вы удержали меня, Алексей Федорович? Я бы избила ее, избила. Как он мог рассказать этой твари о том, что было в тогдашней роковой, вечно, проклятый вечер. Приходил красу продавать, милая барышня. Ваш брат, подлец, уходите, Алексей Федорович. Мне стыдно, мне ужасно. Я прошу вас, моляю на колени завтра, приходите завтра. Я не знаю, что я еще с тобою сделаю. Приходила красу продавать, милая барышня. Подлец! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Амгелу моему вечер добрый, зачем? Амгелу моему вечеру пожаловал. Узнать о вашем здоровье? Здорово, сагалетар! Напрасно изгорил и тащится. Иван Ушко! Он в Мистике невесту его богатую отбивает. И для того здесь не живет. Да неужто же он нас сам так сказал. Иван Ушко! Иван Ушко! Вот тогда сюда приехал. Не залезет же меня сюда тайком! Приехал. Я чего-нибудь да приехал. Ну что вы такое говорите-то? Денег не бросит. Молчит. Меня сторожит. Боится, чтоб я, дорогие ручки, не женется. И денег он от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Петрович, как можно дольше на этом свете прожить. Потому мне каждая копейка нужна. Теперь пока я все-таки еще мужчина. Но я хочу еще лет двадцать на линии мужчин состоять. Топить состаюсь. Поганка станет. Не пойдут они ко мне доброй волею. Вот тут-то денежки не понадобятся. Я в скверне моей до конца прожить хочу. В скверне-то славе. Все ее ругают, а все в ней живут. Только все тайком, а я открыто. А врать-то твой, Алексей Петрович, я не хочу. По-моему, за слово не проснулся. И нет ничего. Вот моя философия. Когда нужно, на плотке чичать. Женеть стоит только захотеть. Потому что с деньгами, мне еще Алексей Петрович, стоит только захотеть. Так все и будет. А с другой стороны, если Нитька на дружке женится, Так Иван его невесту богатую себе возьмет. Подлец ты, Иван. Как вы, расторожители, пошли в этой двери. Сдавали на дне. У меня добренькие минутки бывали. А так у тебя злой человек. Не злой вы человек, а исковерданная. Я миску подлеца хотел было засадить. Да Иван отговорил. Я вот наплевал на Ивана. Да? Садил я его подлеца. Грушенко услышал, что я его засадил. И тут же оскретил бы. А услышал, что тот меня слабого старика на полусмерти, И с ним-то, пожалуй, бросит его. Да ко мне где навести? Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, вот ведь мы какими характерами наделены. Только тот, что он усопротив. Сделать я грушку насквозь сранил. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Винца молотого не видишь. Нет, не буду. Благодарю. Я вот булочку. А булочку? На здоровье. А я конечку. Хе-хе. 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 Я только одну ручку. А я больше не буду. Хе-хе-хе. С одной ручки не о коленю. Хе-хе. Так вы теперь добрее станете. Алёша, я тебя из коньяка люблю. А с подлецами и я подлец. Все, все подлецы. А Митьку, Митьку я как таракана придавлю. Я черных тараканов ночью туплей давлю. Там щелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька. Твой. Твой Митька. Потому что ты его любишь. Хотел было через тебя узнать насчет Митьки-то. Если бы я ему тысячу другую отчитал. Согласился? Болди. Мерзавец. Все его убраться. Затем. Да без кружки. Я вам. Я спрошу его. Вот если вы все три тысячи... Ну я. Я. Не надо. Не надо тебе ничего спрашивать. Не надо. Да. Я. Я. Передумал. Я его иниставал. Как таракана. Придавлю. Да тебе теперь совсем нечего у меня делать. Давай-ка давай ступай. Таракана. 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 Ну что это? А? А? А я в туришку. Мы увидимся. Видите? Увидимся. Хотя? Да. Я это так просто... Ну ничего. И я. Просто. Да. Заходи, как ты будь к уху. 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 Свою особенную. А? Слышь. Завтра. Завтра. Слышь. Завтра. Приходи. Ангелу моему. Крушеньке. Коли захочет. Прийти. Слышь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А вот и Алексей Володович, Пожарен. Алёша... Алексей Врёнович! Мне мучительно надо знать мнение вот этого человека, которому я всем своим существом доверяю. Алексей Володович, садитесь! Садитесь, Алёша! Иван Володович, останьтесь! Оставьтесь, Иван Володович! Я больше не люблю Дмитрия Володовича! Он стал мне жалок. Это плохое свидетельство с любви. Может быть, желание ему ужасно для меня, но я не переменю его никогда! Ни за что! Ты мой всегдашний советник и единственный друг твой, Иван Володович. Он одобряет мое решение. Он его знает. Да. Я одобряю его. Ну, я хочу, чтобы Алексей Фёдорович сказал мне, права я или нет. Но я же ничего не знаю в этих делах. В этих делах, Алексей Фёдорович, теперь главная честь и долг. Иван Володович, я уже решилась. Если он уже не подобит его, то я всё-таки, я всё-таки не оставлю его. Я всю свою жизнь буду следить за ним, когда же он станет стать тварями счастья. А это непременно и сейчас же будет. Непременно, непременно будет. Да пусть придёт ко мне, и он встретит друг, сестру. Я буду Богом его, на котором он будет молиться. И это, по крайней мере, он мне должен за измену свою, за то, что я перенесла чуть от него овчега. Я обращусь в машину для его счастья, и чтоб он видел это впредь и всю свою жизнь. Вот всё мое решение. Иван Фёдорович в высшей степени одобряет его. Высказать только на миссию. Всякое другое. Вышли бы всё это на пломниках. Вымочи. А у вас и... У вас высший степень есть. Другая главная права. Вы... Ура. Но ведь это только в эту минуту. А что такое эта минута? Всего лишь вчерашнее оскорбление. Вот что значит эта минута. Возможно, и так. Но с характером Катерины Ивановны эта минута протянется всю её жизнь. Что для других лишь обещание, то для неё фикотечный. Тяжёлый. Угрюмый, может быть. Но непрестанным домом. Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь в страдальческом созерцании собственных чувств. Собственного подмига. Собственного горя. О, Боже, как это всё не так. Алексей Ставич, я знаю и верю, что вы и брат ваш, вы его во меня никогда не оставите. Книщайте! Я завтра же должен уехать в Москву. Ненадолго оставить вас. В Москву? Как? Но... Ну, Боже мой! Ну, Боже мой! Как это счастливо! Вы теперь сами лично в состоянии будете передать. Сестрицы мои, всё моё положение, весь тепережний ужас мой полной откровенности. Бессмертного никак, ни за что не передашь. У меня теперь рельефа будет написаться, потому что вы должны будете писать всё. Объясните. И я так рада! Ну, я... Я только этому рада. Сами они, конечно, незаменимы. Бегу, бегу, бегу. Напишу письмо. А, ёршата! А мнение это Алексея Фёдоровича, которое вам так непременно желалось выслушать. Непременно. 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 Мне очень важно. Мне очень важно узнать мнение Алексея Фёдоровича. Как он скажет, так и будет. Алексей Фёдорович. Алексей Фёдорович. Алексей Фёдорович. Что с вами? Я... Я никогда не думал. Я не могу этому представить. Чего вы не можете представить? У меня вдруг как будто... Как будто озорение... Он едет в Москву. А вы вскрикнули, что рады. Это вы нарочно вскрикнули. А потом стали утверждать, что напротив жалеете. Но это вы нарочно сыграли. Как в комедии. Как в театре сыграли. А в театре? О чём я? Я... Не понимаю. Да я сам права не знаю. У меня вдруг как будто озорение... О... Озорение моё в том, что вы... Что вы брата Дмитрии совсем не любите. Может быть, с самого начала. Да и Дмитрий тоже не любит вас. Вовсе с самого начала. Только чти. Я не знаю. Не знаю. Как я теперь всё это смею. Но ведь надо же кому-нибудь сказать правду. Потому что никто здесь говорить правду не хочет. Какую правду? Господи. Господи, Позовите сейчас Дмитрия. И пусть он придёт и возьмёт вас за руку. А потом возьмёт за руку брата Ивана. и соединит ваши руки. Вы не мучите его только потому, что его любите, а мучите потому только, что Дмитрия надрывом любите, неправду любите. Вы, 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 вы маленькие юроды, вы кто? Ты ошибся, мой добрый Алёша. Никогда Катерина Ивановна не любила меня. Она знала, что я её люблю, хотя я ей никогда не говорил о моей любви. Знала, но меня не любила. С руками её я тоже не был ни одной минуты. Она держала меня при себе для бесперерывного мчения. Она мстила мне за все те оскорбления, которые вынесла Дмитрия. Я теперь еду. Но знайте, Катерина Ивановна, что вы действительно любите только его. и по мере оскорблений его всё больше и больше. Если бы он исправился, вы бы его тотчас забросили и разлюбили. Вот это и есть ваше внутривение. Я... Прости. Может, не пропал. А сейчас. Ер. Иванов! Это я во всём виноват. Это я начал. Это я думал, а теперь он ни за что не ворозится. Иван! Иван, слава? Иван, вылетись? Успак�을, Санру. Успаку внеш Detective. Позволок Еврикой! Позволок Еврикой! Иван, постой! Тебе нужно вернуться сейчас, немедленно! Не вмешивайся в вами дела, Алексей. Ты злобный, несправедливо говорился, да видел на нее, а ты нехорошо. Я не вернусь, что ты говоришь, а ты успокоился. И знаешь что, пойдем-ка мы с тобой в трактир и выпьем там шампанское за мою свободу. Прихожу я тебя в утренять чего-нибудь, нечаянно ты обмениваешь. Пухи и чай, давай, пухи и чай, а варенье, вишневое, помнишь, как ты маленький, вишневое варенье. Ты это помнишь? Я все помню, Алеша, я помню тебя до один тееб не знаю, в ответы я тебя даже. Кажется, ты чем-то лучше не будешь. Люблю Иван, люблю. Ты в самом деле так скоро уезжаешь. Да. А как же, как же Дмитрий и отец, чем же это у них кончится? Я-то тут что, сторож я в школе моему брату Дмитрию. Делокончил и еду. Я вот тут свежий и хочу спросить шампанского. Шампанского! Что было, чтобы отпраздновать мой первый день свободнее? Ты пролюс, а я, барышня? Да. Я влюбился в барышню, в институт. Мучился с ней. И она меня мучила. Мне надо лет 15, чтобы догадаться, что в любви она в семье любит. А любит только меня, которая мучает тебя. Встань. Вышел от нее. И расстрахотался. И теперь так весел. А какая жажда жизни? Нет в мире такого отчаяния, которое могло бы победить во мне иступленную, почти неприличную жажду жизни. Я очень рад, Иван, что ты так любишь жизнь. Но ведь это только одна половина. А ведь теперь-то надо тебе подумать о второй. В чем же она, твоя вторая половина? И сам знаешь, о чем? Как верующий или вовсе не верующий? Так что? Так, так. Ну что ж, могу объяснить тебе прямо и просто. Я принимаю Бога, принимаю премудрость Его и цели Его нам совершенно неизвестные, верую в порядок и в смысл жизни и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Но в окончательном результате я все же Мира Божьего не принимаю премудрость. А ты объяснишь мне, почему ты Мира Божьего не принимаешь? Конечно, объясню. К тому миру. Эх, Алешка. По-моему, Христовая любовь к людям есть невозможное чудо называть. Чудо-то, правда? Божьего? А вот к чему? Слушай, был один генерал, богатейший помещик. К сарме с сотнями собак, чуть не сотням царей. И вот порог мальчика, маленький мальчик посмелек, швырнул как-то и края камер, и зашил ногу любимый генеральский бойчик. Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в Утруске. Наутро через свет выезжает генерал во всем параде на охоту. Вокруг собрано дворник для наседания, а впереди всех мать виновного мальчика. Мальчика генерал не растет. И пелочка раздевает, всему до нога, он дрожит, обезумил от страха. Гони ему, командует генерал. Беги, беги, кричат он в старе. Отюй его, вот и генерал! И бросает на мальчика всю сбору борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы раздерзали ребенка на пуске. Ну, что же, расстрелять? Говори, Алешка. Расстрелять! Браво! Ну, что ли ты сказал? Значит! Я сказал нелепость, но! То, что то есть, что но! На нелепостях мир стоит. Вот мог бы ты, возводя здание судьбы человеческой, дабы осчастливить людей и дать им, наконец, мир и покой, замучить для всего этого вот одно лишь крохотное создание. Вот этого самого ребеночка. Я, я не смог, но, но есть, есть, ведь есть Тот, Тот, Который может просить всех, всех, вся и за все. Это ему, это ему воскликнуть правды, Господи, когда все, когда все на небе и на земле сольется в единый глаз. Но ты не забыл об этом, Иван? Я забыл. Но я не хочу и не буду восклицать ему правды, Господи, видя, как мать будет обниматься с учителем, растерзавшим сами ее сына. Нет, не хочу. И Бога я не принимаю, Ларешка. Я только передней, почти темнейшей, возвращаю. Это бунт. Бунт? Дай мне тебя человеческое в том, чтобы только жить. В том, для чего жить. С таким адом в груди разве это возможно? Ты погубишь себя сам, не выдержишь. Есть такая сила, что все выдержит. Какая сила? Гарамазовская. Сила низости Гарамазовской. Это потому, что развратит. Это когда все позволено. Все позволено так. Это ты подхватил вчерашнее словцо. От формулы все позволено. Я не отрекусь. И что же, в результате ты от меня отвечаешь сюда. Нет, не отрекусь. Спасибо. Я завтра в Москву уезжаю. Завтра рано утром. Может быть, навсегда не знаю. Спасибо. А теперь ты направо, я налево и довольна. Стой. Обнимите. Вот так. Спасибо. Уже. Спасибо. Угу. И повар вы искусный, и на гитаре вы играете душевно, И голос у вас какой-то особенный. И сам, я бы точно иностранец какой. Ну, самый благородный иностранец. Это уж я вам через свой стыд говорю. Ну, насчет гитары и кулинарии вы, Мария Кондратьевна, правы. А что ты иностранцы, то наши иностранцы по разврату схожи. И все шельмы. Только они в лакированных сапожках ходят. А наш подлец смердит в своей нищете. И ничего заново в этой не видит. Русский народ пороть на дос. Как это правильно изменили завидеть? Федор Павлович. Хоть он и сумасшедший со всеми своими детьми. А вы говорите, что Иван Петрович уважает девочек. Они вчера про меня сказали, что я вонючий лакей и хам. Да что вы! А чем их, Дмитрий Петрович, лучше меня-с? Он ничего, ничего не умеет. Калаштаник. И ничего не умеет меня-с. Калаштаник. Я пошла! Видите, Мария Кондратьевна, и идите. Будь лёгкий колесец, что батюшка спит, а не проснулся. И ещё почивается. Удивляюсь я на вас, судя. А с чего ты на меня удивляешься? Почему это вы, сударик, в черемашню не едетесь? А зачем? Я в черемашню? Моё. Так даже сами Фёдор Павлович вас об этом не молялись. Эй, чёрт, говоришь мне? Чего тебе надо? Так, к разговору. Ужасно мое положение, Иван Фёдорович. Оба совсем блаженлись. Я про вашего отца и про брата вашего, Иван Фёдоровича, говорю. Вот они встанут с утра, папенька ваша, и начнут приставать, что, мол, не пришла Грушинка, и так до полуночи. А с другой стороны, как только смертница, братец ваш с оружием вдруг объявится, Смотри, говорит, если ты не дашь мне знать, что пришла, убью тебя, прежде всего. Боюсь. 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 Лучше. Боюсь. Боюсь, ну что самое завтра длинное, полючее, не причинено. Раз это со мной продолжалось неопределить, упал из чердака тогда. Помирить мог с ним. Завтра из чердака, а в боги упоросся. Идёшь и я вижу. Ведь говорится, что их хочешь завтра, а ты и меня подумаешь, что ты все о своей жизни думаешь, и убьет тебя, Дмитрий. Убьет это тебя. Убьет! И к Богу убьет! Как мертвец! А пусть я говорила, чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что-то мне поэдобрать людям вашим ученицам. Потому что я, я им эти самые знаки в большом секрете сообщил. Какие знаки? Чего ты тебя возьми? Говори ей с ней. Тут у меня секретный с вашей папиной. Они как ночью, так торчу же изнутри и забрутся. А мне дополнила черта, когда кратко на Александровну придутся. Если она придет, говорит ваша матушка, то ты мне постучи в окно, а в дверь два первых раза потише, а потом три раза побыстрее. Я пойму, что Грушинка пришла и отоплю. Вот эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь из местности. Как же ты смел предать? Так от этого самого страуса. А еще, Дмитрий Федоровичу Световичу, что в паркете вашей? Конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи. И написано «ангелу моему мужу, коли захочет пройтись». Скоро! Дмитрий не пойдет грабить денег. Он мог вчера убить отца за Грушинку, но грабить не пойдет. И вот, что на тебе нужны деньги. А эти три тысячи я не считаю дабы за свои собственные. Мне говорят родители! Мне говорят родители остаются еще три тысячи, чем должен. А ко всему надо сказать, что Оградмин Александрову, если захотят, то заставят жили себе вашего батюшку. Тогда мимо и вашим праздник, после смерти родителей ваших, не останется ни одного пресса. Потому что Оградмин Александрову, для того, не выйдет за него, чтобы все на себя отписаться. А помри, ваш родитель, теперь. На каждого из вас по сорока тысяч придется. Ключи, дым, 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 узкий. Всего этого в червашу советуешь ехать. Я уеду. А у вас точно произойдет. Совершенно верно. Совершенно верно. Иван Федорович, величие. На вашем месте я бы все это тут же бросил. Чему такого тебя насидеться? Ты! Кажется большой ведьмот. И уж, конечно, страшный мерзавец. Я завтра в Москву уезжаю. Завтра рано утром. Завтра просим. Вот и все. Да, видать правду, говорят мелодии, что с умным человеком и поговорить приятно с вами. Несколько. Аплодия. Аблодия. 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 Пиши. Аблодия. Аблодия. Записывы. Аблодия. Да ладно. К меня! Бегу, барыня, бегу! Да туши, туши затягивай! Вот здесь потяни! А как дышать-то будете, барыня? Не твоя печаль! Да не они с барынями, а другие! Восьми и чего! Ракитка! Испугала была! С кем это ты? Господи, вот кого привёл! Да вели подать свечей! Свечей, конечно, верим! Неси свечей! Алёшенька, голубочек! Страх, как я тебе рада! Я ведь думала, Митя ломится! Митя, Алёшенька, боюсь! Почему так сегодня Митя не боишься, а? Вести, что ли? Золотой одной такой весточки! Так что, Митя, либо не надо бы тебе в осень! Алёшенька, голубочек! Ни ждала, ни гадала! Как это ты у меня появился? Садись! Садись, месяц ты мой молодой! Садись! Алёшенька, и чего это я тебе так рада? Сама не знаю! Ну уж и не знаю! Приставала же ко мне! Приведи, да приведи его! Имела же цель! Прежде я другую цель имела! Феня! Да, барыня! Феня! Великий дворец! Ты мог гляди кругом! Нет ли где капитана-то? Митя, Алёшенька, боюсь! Развеселю я тебя! Мальчик ты мой боговольный! Опустишь, Алёшенька, у себя на коленочках посидеть, а? Вот так! А прихажешь, я соскочу! Полновзор болтает! Шампанскому подавай! Донна тебе! И вправо, барыня! Я Алёша ему за тебя шампанскому обещала! Он тебя приведёт! Феня! Давай, неси шампанскому! Ту бутылку что-нибудь оставь? Хорошо, барыня! Хоть и скупая, а бутылку подам! Да не тебе, Ракитка! Ты гриб! А он, князь! Так и быть, выпью я с вами! Девоширить хочется! Да что это за минута? И какая такая весть? Можно спросить? А секрет? Офицер мой едет, Ракитка! Поляк мой едет! Мокрым теперь эстафет пришлёт! Сижу и жду! Господи! Митенька, ты как бы узнал, так убил бы! Нет! Нет! Не хочу я об этом думать! Нет! А вот об Алёшечке я думать могу! Да усмехнись ты на меня, Алёша! Развеселись! Знаешь, люблю я тебя, Алёшечка, всей душой! А поляк? А весточка из мокрого? То одно! А это другое! Я Алёша по иному люблю! Опа! Шампанского принесли! Эх! Ха-ха-ха-ха-ха! Алёшка! Бери бокал! Бери, бери бери! На шампанское! Не часто нарвёшься! Грушенька, грушенька, бери бокал, пей ты! Нет уж, лучше не надо. Ну и я, Коля, так не буду. Пей, Рокинька, один, всю бутылку. Терячий нежность, осамонил на коленках сидит, у него положено горе. У тебя же старец его омер, старец Зосима. Господи, омер старец Зосима. Господи, я и не знала этого. Господи, я, я-то у него теперь по коленках сидишь. Господи, видишь, видишь, как она меня пощадила? Я-то сюда шел злую душу найти, а нашел сестру любящую, душу искреннюю. Да она же тебя проглотить хотела. Ты это знаешь? Молчи, Рокинька. Иди, Алеша, молчи. Потому что от твоих таких слов мне такой стыд берет. Молчи, Рокинька. Я хоть и злая, а луковку подала. Как-то так и луковку. Видишь ли, Алешечка, это только басня. Я ее еще тетей была, слышала. Жила была старуха, злющая-презлющая. И померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и бросили в огненное озеро. Ангел-хранитель ее и думает, какой бы ее добродетель вспомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит, она в огороде луковку оборвала и нищенке подала. А Бог ему отвечает, возьми ты эту самую луковку, протяни ее бабе, пусть ухватится. Коли вытянешь бабу, пусть убрать ее. А оборвется луковка, так там бабе оставаться где тебе. Побежал ангел бабе, протянул ей луковку. На, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее тянуть. И уж совсем было вытянуто, грешники и прочие все. Все стали за нее хвататься, чтобы их вместе с ней вытянуть. А баба-то и начала их ногами брыкать. Меня, меня тянут не вас, моя, моя луковка не ваша. Только она это выгнула. Луковка-то и оборвалась. И упала баба в озеро. И горит она по сей день. Сама я, Алешенька, и есть эта самая баба злющая. Какой-нибудь луковку за всю мою жизнь не подала. Их, ты уж покаюсь совсем. И я, Алеша, столь желала тебя к себе заполучить, что ракетки 25 рублей пообещал, Горь тебя проведет. Стой, ракетка, жди! Эх, ты вздох! На, принимай долг, и босс не откажешься? Еще бы! Отказаться. Молчи, ракетка, садись в угол и молчи, как мой лакейн. Ты, Алеша, от меня отворачивайся. Пройдешь, глаза пустишь. Презирает он меня, думай. Проглочу и смеяться буду. Видишь? Видишь, какая я злая собака ту, которую ты сестрой своей называл. И теперь едет в мой обидчик, автоверный, со мной повидаться хочет. Дух у меня перехватил, Алеша. А приедет, да смесит. Поползу к нему, как собачонка. Битая, виноватая. Сама себе не была. Подлая, а не подлая. Побегу, а не побегу. И, Алеша, может быть, с собой подоношилась. Еще не решила того. И в телесно, Алеша, не из твоего. Ты меня, само мой наряд и свечи лицом полюбилась, но не просили. Зачем? Зачем ты не приходил раньше, Алеша? Я всю мою жизнь такого, как ты ждала. Верила, что и меня кто-нибудь полюбил. И за один только сразу. Да что я такого тебе сделал? Лукорку одну подал. Самую малую лукорку только. Парыня! Голубушка! Эстафет перескакал. Тарантас из мокрого за вами. Тимофей. Ем шик на тройке, и сейчас новый бру assessed ей переложит. Парыня! Парыня! Суда! Парыня! Парня! Парня! Парыня! Парня! Мама! Панся! Письмо! Вот письмо! Крикну, свистну, ползи, собачонка, и еду. Прощай, прощай, решена судьба, улетай, грушенька, в новую жизнь, напоминай меня лихом, и ты, родненька. Ну, ей теперь не до нас, поляку, ее офицеру, где-то на китайской границе служил. Место, говорят, потерял, прослышал, что у грушеньки капитал залез, вот и вернулся. Алешечка, Алешечка, поклонись моему брату Митеньке. Да скажи ему, чтоб не поминал меня лихом, да передай, что подлецу, подлецу досталась грушенька, а не ему благородному. Да скажи ему, что любил, Алешечка, любил его грушенька один часок и любил. Да так, чтоб он этот часок всю свою жизнь помнил. Зарезала братца Митеньку, да еще и вернул, на всю жизнь помните. Митеньку, да еще и вернул, на всю жизнь помните. Митеньку, да еще и вернулся. Митеньку... А-а-а! Сучишь? Где она? Ой, голубчик, ничего не знаю! Ей-бога, ничего не знаю! О-о-о, нет! Скажи, где она? Мачешь, голубчик, ты трепёнуешь, гладь, убей, ты ничего не знаю! Глёш! Глёш! Мы твои пояски, мы понимаем, где она! Не знаю! Оставай, где она! Зачем же песник схватил? Господи, он убить кого хочет! Глёш! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не бери и помни Минску Карамасова. Как прикажете, папе? Господа, не бойтесь, я на то же еду. Господа, проезжему путешественнику можно с вами до утра? Вань, вы здесь приватно, имеются и иные покои. Да это вы, Дмитрий Федорович, проходите, садитесь с нами, здравствуйте. Здравствуйте, дорогой бы человек! Как мы сильно пожали руку, чуть не сломали пальцы. Вот он всегда, всегда так жмёртв. Господа, я хотел, я хотел последний час своей жизни провести в этой комнате, где я обожал мою царицу. Господа, это моя последняя ночь, господа. Я хочу, вот, 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 я хочу, я хочу музыки, шуму, гаму, брону, всего, всего, что прежде. Ты, ты мою радость упомянул, последнюю ночь мою. Ежели позволит моя Крулева. Крулева? Крулева это королева, что ли? И смешно мне на вас, как вы говорите. Садись, Митя, не пугай меня. Не будешь пугать? Коль не будешь, так я тебе рада. Я хочу, чтобы он сидел с нами. Я хочу. А коли он уйдет, так и я уйду. Что изволит моя царица, то и закон. Прошу памяту наших упадет. Ты кутишь, что я приехал опять? А что шампанскую привёз, так это славно. Я сама пить буду. Я с ним пойму, отходу столько достал. За почту, малой, пью за вашу почту. Банзу Митумева, парень, хватит. Ну что ж, посидим, господа. Паланчик посекрят, что ли, а? Поздно, парень. Пузно. И что такое «пузно»? Ну, значит, поздно, парень. Час поздно. И всё-то им поздно. И всё-то им нельзя. Сами скучные сидят. Только другим, чтобы скучно было. Патень моя. Я вижу нерасположение ко мне в рулевых моих. От того и печати я. Есть так буду, парень. Начинай, парень. Я тебе много хочу проиграть. Иди-ка, захватывай, парень. Да, ты что хоть хозяина, парень. Хозяина, хорошо. Да, ты. Да, ты что-то. Я пойду-ка. Я опять. Я пойду-ка. Субтитры делал DimaTorzok Мальчик! Двести проиграл, парень. Ещё ставишь двести? Как? Двести уж проиграл. Так ещё двести! Довольно. Почему? Ну, забыл. Влюти, уйдеть. И вот почему. Не дам больше играть. Да нет. Брось, ты брось, Митя. Может, он и правда говорит, и так столько поиграл. Не шантуешь, парень? Я к самому ажи шторал, бед парень. Молчаешь! Не сметь кричать! Олег Крепина! Не вставим можно! Не вставим можно! На два слова! Два словечка скажу тебе хорошим, останешься доволен. А пару рублёжней? А, да, вы! Все, он, его надо! Куда вы? Сейчас, сейчас, сейчас! Хочешь? Хочешь три тысячи? Белее и убирайся, куда знаешь. Три тысячи, парень? Да, да, да! Три тысячи! Бери три тысячи и убирайся, как всем жильцам. Возьмой бобейки. Понимаешь? Три тысячи секунды, тройка заложена и до бедения. У тебя там что? Шуба? Так я тебя вынесу. А рубли, парень? А рубли? А рубли, парень? А вот и рубли. Вот. Вот. Пятьсот рублей сейчас. Задатка. А ты еще пятьсот завтра. В городе отдам. Честь не клянусь. Хорошо. Не пятьсот. Пятьсот. Семьсот. Семьсот продаток. Не веришь? Я дам. А ты и воротишь, так не заблудишь. Да сейчас нет у меня всех трех тысяч. У меня в городе дома лежат. Ты не потребуешь еще чего-то. Фу! Ты мол, вы от того приетесь, что от грушеньки хотите больше тебя. Честь не до живого документа. Паня Грибина! Паня Грибина! Честь не до живого документа. Говори по-русски, чтобы ни единого слова польского не было. Говорил же прежде. Неужели за мной в пять лет? Паня Грибина! Я графена. Грушенька я. Говори по-русски, я не слышать не хочу. Паня Грибина! Я приехал замыть с нами и просить. Как? Это меня-то простить? Так нет, Паня. Я не малодушный. Я великодушный. Но я был вздерименный. Был удивлен, когда видел твоих любовников. Паня Грибина дала мне три же десяти, чтобы я отбал. Но я пленал Паню Грибину. Тьфу! Как? Он тебе за меня деньги давал? Митя, да как ты посмел? Разве я продажная? Господа, господа, она чиста! Неужто от тебя денег нельзя? Да брал же, брал! Только все три тысячи раз он хотел, а я, а я всего семьсот давал. Господи. Значит, прослышал, что у меня деньги есть и приехал венчаться? Паня Грибина, я рыцарь, я шерахтик, я не лайдарь. Я приехал взять тебя от супруги, а вижу новую паню, упадную без стыду, безбышную панюш. Убирайся, откуда приехали? Берем тебя сейчас прогнать и прогонить? Господи. За такого себя мучила, дура я, дура. Да и не он это хочет, не он. То был сокол, а этот лысый селедень. Ты где парень, все без заказов? То есть садом. А ты еще, вычисли, лотку, лезь. Скотина. Скотина? А ты в кофекарте сейчас играл, а? Я подал тебе колоту, а ты мои спрятал и в поддельный кратк играл. Да я тебя теперь могу прятать. Вот она, моя колота. Мне распечатана. Пуличная щедра. Публичная детка. Ты, ты, ты какой, ты. Мам, не жаль, не тешите за мной, кинцмейн. Если нет, была и здоровая. Вот. И с нами можно. Стыдно-то как. Как стыдно. Пять лет. Пусть будут прокляты эти пять лет. Ты такой. Грушинка. 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 Тихо Борисович. Сыганка. Сыганка. Эх. Я хочу музыки, шуму, гаму, гробу, всего, 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 что есть. День моей of радости помяну, а слить туда что на юру. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. 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 Пришедшим в эту ночь. Это я! Я во всём виновата! Я, Кайанин! И ты из-за меня не убиваешь! Из-за меня! Мистик, судите! Мистик, отлично! Я теперь хоть на смертную газу пойду! Я не повинен! В крови отца моего я не повинен! Хотел убить? Хотел, но не убил! Итак, в утверждании, в убийстве отца вашего господа Салыча, Веномин другой крови! Крови старика Григория! Они оплакивают! Вольнообразно переживаете за старика Григория! Но начнут! И несмотря на тяжкие покоя и нанесённые вами, останутся живы! Жив! 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 Господи! Господи! Благодарю тебя за чудо! Отсадеянный тобою мне! Грязь был по молитве моей! Жив! Жив! Одну секунду, господа! Я взгляну их везде! Позвольте нельзя! Сейчас никак нельзя! Господа! Я хотел бы ей лично одно мгновение! Хотел сказать ей, что смыто исчезло, а эта кровь! Что я больше не убийца! Господа! 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 Она ведь невеста моя! Царица души моей! Господа! Вы воскресили меня, господа! Что такое? Садитесь! Садитесь! Успокойтесь! Дмитрий Феонович! Итак, Итак, прежде чем начать, я бы хотел убрать подтверждение тому факту, что вы не любили вашего покойного отца и были с ним какой-то постоянной ссори. Вот здесь только что вы сказали, что даже хотели бы убить его. Не убил, воскликнули бы, но хотел убить. Да, к несчастью, я хотел бы его убить. Много раз хотел, весь город об этом знает. Господа, я ведь не понимаю, но мне увлечь страшно. Ведь землю военщего убью его и вдруг его убит. А кто ж его убил, наконец, если не я? Если не я, так в долг? Господа, я хочу спать. Я даже требую, господа. Где он убит? Чертый, как? Мы нашли выбор по полу лежащему на тучу с проломленной головой. Это страшно, Господа. Страшно. Итак, что же руководило вами в ваших чувствах ненависти? Кажется, вы только что здесь сказали, что вроде чувство ревности. Ревность? Ну да, ревность. Была не одна только ревность. Вспомнись за деньги. Ну да, и за денег, кажется, спор был в трех тысячах. Вроде недоданная вам была спец. В какой трех? Больше шести, больше десяти может быть. Но я решился так и быть, помириться на трех. Мне до зарезы нужны были три тысячи. Зачем вам вдруг понадобилась именно такая сумма? Ну, для чего понадобилась? Для того, для сего. Ну, долг отдать. А кому именно? Долг хотел отдать, долг чести. А кому? Не скажу. Дальше. Остатомлю вам вот этот предмет. Этот. Дальше. Вот этот. Это же стало быть отцовский, стало быть, конверт, в котором лежали три тысячи. Если там надпись, позвольте. Пожалуйста. Ну вот, видите, три тысячи. Вот так. Мы нашли его на полу пустым. Значит, вы знали, где лежал конверт? Никогда не знал. Никогда. Я первый раз его вижу. От слуги Смельцюкова. Я сладал его. А не только он знал, где у старика спрятан конверт. А я не знал. Так. Откуда ж тогда вы взяли эти деньги? Да эти деньги были мои. Так откуда же вы их взяли? С шеи, господа. Вот с этой самой шеи. Здесь один из защитных тряпок. Ну да. Да. Но откуда же вы их тогда? Ну присвоили. Вы хотели сказать, украли? Да не у отца украли. Не у отца. Да. Ознакомлю вам вот этот предмет. Ну-ка покажите. Пожалуйста. Еще. Да. Какую же цель имели вы вооружать вот таким орудий? Ну какой цель? Захватил и побежал. Так зачем же, если без цели? Ну-у-у-у. Ну от собак схватил. Ну темнота. Ну во всякий случай. А раньше мы тоже выходя со двора брали с собой вот такую нюхутанушку. Господа, ну с вами буквально нельзя говорить. Запиши. Схватил с собой песик, чтобы бежать убийца отца моего, Федора Бауловича. Пиши-пиши. Ударом поговорим. Ну, довольны вы, господа? Довольны? Я волк, а вовольники, вы не травите волка. Мы его напрасно сделали такое сравнение. Мы не напрасно, господа. Мы не напрасно. Я его знать хотел. У отца груши в колене. Нос. Потому и старший бездобор к нему перескочил. Как нюх подошел, нюх увидел. Знак ему подал, что пришла груша, чтобы он отворил. Мы открыли в окно. Но на листью не осталось в эту минуту своим лицом. Нос. Личное омевзение почувствовал. И перстик из кармана выхватил. Как нюх, нюх. Ну, и все. Как? Ну-су. 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 Ну-су-су. Что же, блин, а что дальше? Хватил его в теле и раскроил его череп. И так положил. Да, да, по нашему, а по моему? А по моему, господа, вот как было. Слезы речли. Мать моя умолила Бога, я не знаю. Я бросился от окна и побежал. Отец испугался, скрикнул и отскочил от окна. Это я очень хорошо помню. А я через сад в забор. Вот тут-то и настиг меня, Григорий. Так-так-так-так-так. Знаете, господа, мне часто беречься за один такой сон, который кто-то конится за мной. Кто-то такой, которого я ужасно боюсь. Гонится в темноте и ищет меня. А я прячусь. Прячусь у нас деятельно. А главное, ему хорошо известно, где я над него спрятался. Он будто бы нарочно притворяется, что не знает, где я сижу, чтобы страном моим насладиться. Вот это и вы теперь делаете, господа. Итак. Я при выжденном, ему нужно чинить самое подробное осмотр, как платье пошло купить. Используйте, господа, все в карман вывел. Нельзя. Дмитрий Федорович, одежду надо снять. Как? Фу, ты чего? Раздеться? Да вы щите там. Блядься, Дмитрий Федорович. Одежду надо будет снять. Ну как хотите? Блядь. Кто предосматривался? А вот и я. Дмитрий Федорович. Дмитрий Федорович. Подписка. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все ложь, ложь, ложь. Чем же таким она может погубить брата? У нее в руках документ есть. Собственные наручные медики, доказывающие, что он убил отца. Я сам читал. Такого документа быть не может. А не может быть, потому что не он убил отца, не он. А кто же убийца-то, по-вашему? Ты сам знаешь, кто. Кто? Это басника об этом повешенном идиоте-эпилептике. А в смерти кое. Ты сам знаешь, кто. Да кто, кто? Я вам только знаю, что убил отца, не ты. Что такое не ты? Не ты убил отца, не ты. А я сам знаю, что не я. Ты бредишь. Ты сам себе говорил, что убийца ты. Как ты? Андрей, привет. Андрей, привет. Я вас когда. Когда я говорил. Ты говорил с ними много раз. Ты признавался себе. Ты обменял себя, что убийца у них только как ты. Но ты ошибаешься. Не ты. Не ты убийца. Слышишь меня? Ты. Ты был ингенерал. Ночью. Когда он приходил, ты его видел. Видел. О ком ты говоришь? Прометель? Не про него к черту изверга. Я не знаю, про кого ты говоришь. Как ты узнал? Говори. Кто? Я не знаю, про кого ты говоришь. Нет. Не ты. Знаю ты. Не может быть, чтобы ты не знал. Иван, я тебе на всю жизнь это слово сказал. Ты и моему слову поверишь. Не ты. Это Бог уложил мне на душу сказать тебе. Алексей Федорович. Я пророка выявлять, как не терплю. А славникам Божьих особенно. Семь минуты я с вами разрываю. И кажется, навсегда. Прошусь я сейчас на этом перекрестке меня оставить. Особенно оберегитесь. Заходите ко мне сегодня. Слышите. Иван, если что-нибудь с тобой случится сегодня, подумай прежде обо мне. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мучаетесь, что ли, ночью? Говорю, вам нечего бояться. Ничего на вас не покажу. Нету лиг. Идите домой. И вы убили. Я знаю, что не я. Знаете? И все про тогдашнее, про то, что и в прошлый раз... И в прошлый раз я это произносил, что вы, Самшина, привет, про убийство родного родителя. Жертву его и оставили. Да разве я знал, как добро убийства? Говори, смердящая жерба. Вы, пожалуй, сами желали смерти родителя вашего. С глазу на глаз сидим. Чего бы, мне кажется, друг другом морочить? В камни эти грани. Вы все свалили на меня одного, хотите? Менешних глазах? Нет. Убили вы, сын. Вы и есть самый законный убийец. А я только без беженков вашего. Слугой век и постову вашему. Делай это и совершил. Совершил. Развитый. Неужто вы являетесь, надо? Что ты ссор, что ты призрак передо мной сидишь? Ты лжешь? Ты или сумасшедчик? Или траслишь меня? Убили вы, вы и есть самый законный убийец. Почему? Почему? Я убийца. Разве я этого хотел? Разве я говорил тебе? Нет. Никогда не говори, нет точности. Сами бы это не могли. А вот чтобы кто-нибудь другой убил, это вы хотелись. Слушай, подъемся. Презиренный ты человек. Если я не убью тебя сегодня, то только потому, что ты мне нужен на завтрашний день в суде. Что я имел тогда тайное желание, чтобы умер отец, но не настолько я веду, как ты тут не подбивал, не подбивал, не подбивал. Ты врешь, что ты убил. Постой. Сумасшедший! Вот! Что? Что это? День? Без вашего ребенка! Семь три месяца! Примите! У меня нога! Затячу руку! Я все над медленно думал! Брат! Ты один был! Без брата! Всего только вместе с вами, убийца! А Дмитрий Федорович как есть! Без видность! Говорю, как ты это сделал! Ну, мы уехали тогда! Я упал в поглик! Понятно, что мне творилось! Ночью становилось только тихо! Все ожидал в нитке и в ночь! А если бы не пришел? Один бы не решился! Без них бы не решился! Подожди! Подожди! Я путаюсь! Путаюсь! Стало быть! Все же Дмитрий убил! А ты только деньги взял! Что ж! Я бы мог дальше говорить, что убийцы они! Я не хочу теперь перед вами играть! Градушка! Вижу, значит, я не слышал! Как будто скрип была! Прошел я, как вы! Оба ему! Вы, вы! Убежал! Виктор Петрович! Значит, вылез! Пошел зачистить! И у стену до Григория Васильевича открылся! Весь кровей лишил! Пропустая армию! И говорит! Она здесь! А Григория Васильевна! Пришла! В эти самые знания! Бараник! Простучал! И лечил в глаза! Поговорились! Он так и поверил! Уж больно, они у нее крыльяные были! Затрялся! Да ведь и высунулся в окно! Я тут схватил пресс-портье чугунное! Помните? У них на столе лежался! Размахнулся! Да сзади его в самое теме! Не крикнул даже! Но... Но теперь, значит, сам ученый помогал! Но все равно! Я покажу на себя сам! Завтра же на суде! Но и ты, Ира! Должен будешь перед судом сознаться! Но я покажу, что ничего этого не говорил! Что все это вы выдумали! Все потому, что вы меня за мелкою мошку считали! А я ведь братец ваш родной! Какой же, как и вы! Карамазо! Карамазо! Ты мой брат! Ты мой брат! А что ли вы их плянки знали? Батька у меня Резолета Смердящая! Неродивая! А папинка-то у нас один и тот же! Да его отчество меня, как и вас величает! Ты... Мразь! Ты... Ничтожество! А ты... Вонючий локей! Не верь! А ну и Бог с вами! Пусть деньги-то примите! Почему ты отдалёшь? Не надо мне! Не надо! Была у меня мечта! Мечта! А с такими деньгами Новую жизнь начну в Москве А лягуще того, где-нибудь за границу Мечта была! Да! Потому что вы меня учили! Гукой нет! И значит, всё дозволено! Стало быть! Бога уверен! Простей, динозавр отдаёшь! Нет! Пока не уверен вас! Так зачем? Отдарёшь? Ну, полнотец! Сами же говорили! Всё дозволено! Всё позволено! А теперь почему-то на себя показать хотите! Только ничего этого не увидим! Не пойдёте! Непременно! В итоге! Не может этого выйти! Унынь очень! Очень! Примите деньги! Сквертый человек! Если я не убью тебя сегодня, То только потому, что ты мне на завтра нужен! Убейте! Убейте! Ну! Убейте! Ну! Убейте! Не посмейте! Ничего не посмейте! А прежде храбрый человек! Ненавижу вас! И монашка вашего ненавижу! И нитю ненавижу! Всю Россию ненавижу! Убейте! 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 Чего тебе? Прохожите мне! Мечту злою! Убейте! До завтра! ПЕСНЯ 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 Столько бы мне сил заготилось, что кажется, все мути, все страдания. Только сказать бы себе, что я живу, я существую, я вижу солнце. А коли не увижу там, мутника, в темноте, под землей, то буду знать, что оно есть, а знать, что есть солнце. Это вся жизнь, Адрошка, вся жизнь. Какие-то этого не понимают, кем бы долгом бедея шельцов перестать. А брат Иван, что? Ну, уберите, что он говорил. С жаль, как плода, в болитку, с грушей, без груши не могу. И не вынесли я там уж на свет, ни моей души, ни люди. Проси, лебеда Галешка, проси русского бога, хоть и подлеца. Питя, ну неужели, неужели ты совсем не надеешься оправдаться? Время, свидание окончено. Обними мне. А Иван-то лежать предлагает, а сам-то верит, что я умею. Спрашивал ли его об этом? Нет. Да и зачем? Я по глазам его вижу. Я по лечу. Я по лечу. Только иду, только не укину. Никогда не верю. Ни единой минуты не верю, что ты убийца. Никогда не верю. Спасибо. Спасибо, правда. Теперь ты меня возвратил. Ты меня возвратил. Спасибо. Уйди. Утословите? Ух ты. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Вот и все. Покорничаю вас благодарю. Свидетельница Агропеды Александровна Светлова. Что вы можете сказать, госпожа Светлова, об убийстве Федора Павловича Карамазова? Что сказать? Я во всем виновата. Смеялась я на тему, на другим. Оттого-то все и произошло. Видать ли вы ковырят с дремя тысячами, приготовленный для вас покоевым Карамазовым? Видать не видала. Но от злодея Светлова, что есть в такой пакет? Про кого вы сейчас упомянули, что есть в такой злодей? А про лакей Семертиков. Что парень на своего убил, а потом повесился. Какие у вас доказательства, что он убил? А никаких. Знаю, что он убил и все. А при допросе тогда в мокре вы кричали, что я во всем виновата. И делая ведь то, что все-таки... Я чувствую, как Даших не помню. Все кричали, что он убил. И я почувствовала, что я виновата. А как сказал он, что не виновата, так я ему не поверю. И всегда буду верить. Не такой он человек, чтобы обмануть. Это все оно. Она во всем виновата. Она разлучник. На кого вы намекаете? Да на барышей эту. Стыда мне не отходишь. Госпожа Светлова, пройдите, пожалуйста. Иван Федорович. И что еще? Вы, может, не совсем здоровы? Не беспокойтесь. Я достаточно здоров. Могу сообщить вам. Кое-что любопытное. Вы имеете, представитель, в суду что-то новое? Нет. Нет. Не имею ничего особенного. Иван, 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 иван. Иван, 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 иван. Помните, захочу, вскачу. Захочу, и вскачу. А что вы этим хотите сказать? А вот деньги, из-за которых убили они. Так откуда же эти деньги отыделись у вас? Я получил их вчера вечером от Смертикова, от убийцы. Это он убил отца. Он, а не беды. Он убил, а я его научил. Кто не желает смерти отца? Вы думали, в том же деле, что мне? Вот вы мне. Так он же, как и вы. И все эти рожи. Убили отца, а притворяются друг перед другом, Что испугались, кривляются у куны. Всего желают смерти отца. Одинка съедает другую гадину. Вот их, прошу, вот их за ресторан. Иван Федорович, ваши речи непонятны и невозможны. Чем вы можете подтвердить ваше признание? Нет у меня никаких свидетелей. Кроме разведного... А кто ваш свидетель? С хвостом. Обыдновенный мелкий древой. Черт! Сидит! А где же ему еще сидеть-то? Да освободите же вы измерги его! И берите меня! Меня! Меня берите! Как у вас все так глупо! Ну почему у вас все так глупо? Ха-ха-ха! Я должна сообщить, я должна сообщить, должна, вот, письмо. Письмо, возьмите, прочтите его, прочтите, я прошу вас, прочтите, я умоляю, прочтите это письмо. О, это, это, это он убил отца, а тот, тот Волин, у него белая горячка, я получила письмо на конкретные преступления, он писал, он пьян, он не заветил меня, потому что совершил поздний поступок. Он не пошел с этой тварины, а эти деньги я дала за нарочно, я хотела лечить его, и он понял, он понял, что давай эти деньги, я только пытаю его, в глаза ему глядела, и он мне в глаза глядел, и все-таки взял, взял мои деньги. Правда, Катя, в глаза твои глядел, и понимал, что бесчестишь меня, и все-таки взял, взял мои деньги. Презирайте под лица, господа, все презирайте. Эти деньги мучили его, вот он убил отца, а денег все-таки не отдал, а уехал и пробил с этой тварью. Возьмите, возьмите, прочтите это, прочтите это письмо, и вы увидите, что он заранее обдумал газу, смеет отца. Роковая Катя, завтра достану деньги, отдам тебе твои три тысячи, а не достану, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проловлю ему голову, и возьму у него под подушкой, только бы уехал в бар. Ваши ли это письмо подсудимый? А его? Крест он бы написал бы. За многое бы друг друга ненавидит, Катя. Но клянусь, я тебя и уновить, и любить, а ты меня нет. Все мы, господа, все мы жестокие, но из всех, если так решено, пусть буду я самый подлый и гад, пусть. Но клянусь Богу, мисси, страшно с удобью, в крови отца и своего я не виновен. Митя, мисси, 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 погубила тебя твоя змея подголодная, а как всем она себя показала-то, как показала-то? Дмитрий Федорович Карамасов, суд признал вас виновным в убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамасова и приговорил вас к пожительным каторжным работам в Сибири. Сверки! Будьте вы прокляты и сверки! Симплек saylor Будьте вы признаки Будьте, помилуй нас,STR-проюзочку Curtin Будьте, помилуй нас, Будьте, помилуй нас Богу моей ужеribих Песня. 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 Спасибо, что были с нами. Двери нашего театра всегда открыты для вас.